Визит в Приморье Ким Чен Ына, генерального секретаря Трудовой партии Кореи, по мнению северокорейских СМИ, стало эпохальным событием. На станции в Артёме знаменитый бронепоезд встречали приморские школьники из Артёмовской школы номер 7. Приветствия на корейском учили вместе с главой региона Олегом Кожемяка. Были выбраны имена, которые смогли бы себя показать на таком ответственном мероприятии. Они справились со своей задачей. Как рассказывает мама одной из школьниц, участием дочери в таком событии очень гордится. Мы приготовили форму, мы выбрали самый красивый бант, туфельки начистили. И в субботу, в 7 утра мы уже были готовы. Он вышел, мы помахали цветочками, он нам улыбнулся и помахал. Вероятно, у этих ребят скоро появится возможность познакомиться с культурой Северной Кореи поближе. Олег Кожемяка особое внимание в переговорах с Ким Чен Ыном о развитии сотрудничества уделил вопросу дружеского обмена школьными группами для отдыха в детских лагерях обеих стран. Когда я была ребенком, я в 7 классе тоже ездила в такую поездку. Наши учителя, я училась в этой же школе. Мы организовали нам трехдневную поездку на Хасан. Мы были на точке пересечения трех границ – России, Китая и Северной Кореи. У меня столько впечатлений до сих пор. Я думаю, моих одноклассников тоже. Не только школьникам, но и студентам программы обмена могут быть интересны и полезны. В Дальневосточном федеральном университете, который Ким Чен Ын посетил во второй день своего визита, сегодня обучается 43 студента из Северной Кореи. Кафедра Корееведения каждый год здесь выпускает профессиональных востоковедов, получивших знания от экспертов-практиков, в том числе носителей языка. Не случайно на протяжении всего визита высокого гостя сопровождали выпускники именно этой кафедры. Это ребята, которые участвовали в переговорах на высшем уровне. Это Черков Дима и Ольга Глотова. Они являются хорошим примером амбициозных, талантливых ребят. Использовали свой шанс получить уникальные навыки в нашем университете. И сейчас строят карьеру и даже делают значительный вклад в решение внешнеполитических задач нашей страны. Ректор ДВФУ Борис Коробец, ведя экскурсию по ВУЗу, особо отметил, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир в 2005 году был назначен почетным доктором университета в области юриспруденции и права. И для ВУЗа это большая гордость. Вообще весь визит прошел на позитивной ноте гостеприимства. Но, пожалуй, одним из самых ярких и тиражируемых моментов этих дней стало приветствие Маржа Миши, направленное северокорейскому лидеру. Главе Северной Кореи представление понравилось. Но главная повестка визита стала все-таки военная. На военный аэродром Кневичи северокорейского лидера повезли сразу после прибытия. Ему был представлен целый парк образцов современной авиатехники Воздушно-космических сил Российской Федерации. На конечном участке она переходит в пикирование на цель, где помимо этого она еще выполняет маневры в горизонтальной плоскости с перегрузкой до 25 единиц. Потом гость побывал в бухте Улисс в Владивостоке, где пришвартован фрегат Тихоокеанского флота маршал Шапошников. Корабль находился в дальнеморской зоне в районе Гавайских островов. В составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота. Этот корабль доказывает модернизация флота равнозначно строительству современных кораблей. Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата и принял сувенирную модель корабля. Гость пробыл в Приморье два дня. Состав бронепоезда лидера КНДР, как когда-то его отца и деда, проводили со станции под марш прощание славянки. Находимся рядом, всего один железнодорожный мост, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы это с каждым годом набирало обороты, ширилось и развивалось и будет взаимовыгодно как для Приморья, так и для КНДР. Эпохальность этого события уже признанный факт. И, возможно, именно эти приморские дети откроют для себя много нового в старом друге Северной Корее. Может быть, сейчас они еще не очень понимают, но со временем, с возрастом они тоже будут этим гордиться, об этом расскажут своим детям, своим внукам. Я в первую же очередь позвонила всем бабушкам, дедушкам, тоже рассказала о том, что их внучка побывала и встретила такого человека.